Я предлагаю начать с таких новостей. Об этом пишет сейчас агентство Reuters. Путин будет баллотироваться на новый срок и останется у власти после 2024 года. Ссылаясь на свои источники в Кремле, издание пишет, что Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах. Это позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года. Ну и в контексте этого, разумеется, мы знаем, что вы считаете, что Путин все еще в морозилке. На арену вышел так называемый Васильевич. И после информации о выборах, то, что я сейчас прочитал, вы все еще считаете, что и, собственно, на выборы пойдет этот двойник Васильевич? Да я не уверен вообще, что выборы состоятся в марте. В этом не уверен никто из тех людей, которые правят сейчас Российской Федерацией. Этот вопрос не решен. Проводить ли выборы в марте или перенести их под каким-то предлогом, возможно, под предлогом ведения военного положения. Кто в них будет баллотироваться, тоже совершенно непонятно. Ситуация будет очень быстро меняться. По всей видимости, эти изменения мы увидим еще до Нового года. Но после Нового года они вступят в более активную, интенсивную фазу. Покойный Путин, потому что он покойный, баллотироваться никуда не может. Он действительно пока находится в морозильнике, в своей резиденции на Валдае. В этом есть, конечно, сарказм, я думаю, очень приятный не только украинцам, но и многим-многим людям на этой земле. Что человек, который угрожал всему миру, теперь находится в бытовом морозильнике, в замороженном состоянии. И его не решаются предать земле. А кто будет кукловод в этом случае? Даже если это, опять-таки, не кто такой, как вы утверждаете, замененный Путин, Тире Васильевич, будет или не будет участвовать, но будет, по крайней мере, оставаться, как вы считаете, номинальным главой государства. Кто все-таки стоит за ним? Сейчас страной управляет Николай Патрушев и группа близких к нему людей. Но Патрушев, он лидер такой широкой элитной коалиции. Эта коалиция возникла. Она сформировалась буквально в октябре, еще в сентябре. Были серьезные контры между двумя основными группировками. В октябре они были преодолены. Но дело в том, что это очень неустойчивая, крайне шаткая коалиция. И как только дело дойдет до обсуждения вопроса, а кому же стать президентом, вот Николай Платоныч Патрушев предполагает, что лучшим кандидатом является его сын. Но я думаю, что у других группировок есть свои мысли на сей счет. И так что, вы понимаете, все пойдет в разнос. Потому что как только Патрушев консолидирует власть, он пока ее не консолидировал. Кстати, обратите внимание, кто делает сейчас в России именно концептуальные и стратегические заявления. Это не Васильевич. Эти заявления делает Патрушев. И легко увидеть, как изменилось медийное поле в Российской Федерации. Очень легко. Президент значительно потерял в удельном весе в освещении. Зато значительно приобрел, беспрецедентно много приобрел Николай Патрушев. Все это, как вы понимаете, не просто так. Так вот, когда эти люди будут решать ключевой вопрос о власти, вот сейчас они договорились о временном консенсусе. Ну, знаете, по такой традиции, я думаю, вообще и для русских, и для украинцев. Не только, впрочем, для нас. Давайте мы это отложим до Нового года, а потом решим. Вот давайте бы на Нового года договоримся друг друга не трогать, не пожирать, не бороться. А потом решим. Но дело в том, что Патрушев, как только консолидирует власть, он возьмется уничтожать своих ближайших союзников. В этом просто нет никаких сомнений. И если они питают какие-то иллюзии на его счет, то они, значит, больше идиоты, чем можно было бы предположить. И, кстати, обратите внимание, вот, допустим, арест замминистра внутренних дел в Дагестане, это ровно то, что делал Юрий Владимирович Андропов, когда пришел к власти. Помните? Я думаю, вы помните, когда КГБ стало чистить советскую милицию. Вот сейчас мы именно это и наблюдаем. Потому что Патрушев, он движен теми образцами, теми моделями. Он довольно идеологизированный человек, в отличие от Путина. Это очень важно понимать различия. Путин был беспринципным циничным прагматиком. У него были очень странные химирические идеи, но у него не было идеологии. Патрушев, в отличие от него, довольно идеологизированный человек. Этот человек, действительно, вышедший из советской шинели, и эту шинель Дзержинского так и не снявший. Пан Валерий, да, но вот по поводу все-таки Путина и вопрос, узнаем ли, и когда мы узнаем, настоящий это Путин, умер он или нет. У меня подозрение, что это и делается для того, чтобы, собственно, быть верным этой истине, которую прописал еще Володин. Вы помните, нет Путина, нет России. Я подозреваю, он сам загнал весь политический establishment в очень узкие рамки. Таким образом. А я думаю, что вы правы. Да, дело в том, что он был стержнем системы, которую создал, и стержнем, и, главное, модератором. И без него эта система оказалась под угрозой. Поэтому им надо, по крайней мере, какое-то время демонстрировать единство и сохранность этой системы. Но я точно знаю, вот как раз от людей, которые являются частью этой элиты, что долго это сделать не удастся. Они оценивают горизонт где-то в 2-3 месяца. То есть не позже, чем после Нового года, вот эти противоречия, которые мы обрисовали с вами в первом, в ответе на первый вопрос, точнее в обсуждении первого вопроса, они перейдут в практическую плоскость и реализуются в самой, наверное, неприкрытой форме. Я нисколько не удивлюсь, если кто-то из этих группировок скажет, ну вы знаете, до Путина уже давно нет живых, он вообще лежит в холодильнике, это стыд-позор. Или, возможно, кто-то бежит за границу и оттуда сделает такое заявление. Кстати, поэтому его дочерей и его вдову Алину Кабаеву не пускает за границу, зная особенно говорливости Алины Маратовны, ее, так сказать, не сдержанностный язык, они находятся под контролем сейчас, не пускают. Валерий, я правильно понимаю, что сейчас, допустим, по факту этой вами утверждаемой смерти Путина, им об этом объявить было просто крайне опасно, да? Опасно. Для их сохранности их жизни. Да, Питер, вы правы, они к этому готовились, они знали, когда он умрет, приблизительно, с точностью в несколько суток они знали. То есть был очень точный медицинский прогноз, но в том положении фатальном, в котором он находился, все было уже очевидно и предвидимо. Они к этому готовились, и они приняли решение, что вот мы будем вскрывать нужное время. Они не успели сделать одной вещи. Они думали, что его агония затянется, он скончался за 40 минут, и они успеют его ввести врачи в медикаментозную кому. В такой коме Жириновский находился почти месяц. То есть он был просто растением. У него, да, ну вы догадываете, в общем, все мы о таких случаях знаем. Они могли его в этой коме держать ровно столько, сколько им надо было, чтобы тело было в нормальном состоянии, понимаете? Вот это было для них очень важно. Просто не успели. То есть идея была, но ее не успели реализовать. Он в течение 40 минут скончался, врачи прекратили попытки реанимации и сказали все. И потом почти сутки находились у его тела. Их не выпускали из комнаты, где он скончался. Врачи и медперсонал. Ну а как вы объясняете, что последние три недели в лице Пескова активно говорят о том, что у Путина нет двойников? Почему они начали на этом так активно настаивать? Потому что все больше голосов, утверждающих, что двойники есть, все больше фактов, свидетельств и подтверждений в пользу этой точки зрения. И экспертизы появляются. И очень странное поведение Васильевича. Очень странно. Ну, Путин, он не был семипядей во лбу никогда. И, естественно, с возрастом для него были характерны некоторые деменциальные явления. Ну, говорить такие идиотизмы, как говорит двойник, там, клопы из Европы, чтобы не заползали в Россию, да, значит, что надо поклонить, вот Россия совершила благо, поклонившись за ярлыком Александра Невский, что тем самым сохранила скрепы. Понимаете, вот человек, который является двойником Путина, он изначально был очень глуп. Да, его поднатаскали, его даже заставили учить немецкий язык. Он готовится ко всем встречам, читает гору бумаг. Но как только он от бумаг отрывается, вот эта его натура, да, подлинная, кураж начинает прорываться. Потому что он такой, какой он есть. И они все хватаются за голову, но делать ничего не могут. Они от него зависимы. Вот в настоящий момент они от него зависимы. Потому что если он сейчас провалит свою роль, ну, тогда, естественно, станет очевидно городу и миру, что, слушайте, у вас тут какой-то клоун на службе уп***ли, ну, буквально по Пелевину. И вот выставили, или там п*** на службе у клоунов. И вот вы выставили его на посмешивающем всему миру. А представляете, как это будет выглядеть с точки зрения международного реноме? Пока все идет незаметно, ну, можно как-то еще проскочить. Что американцы прекрасно знают, что это двойник. Китайцы прекрасно знают. Все западные страны об этом прекрасно знают. Я не хочу идти по стопам и повторять то, что вашу дискуссию с Юрией Латыниной. Я внимательно прослушал ваше часовой интервью с Юлией. И она, собственно, да, задала эти вопросы. Почему тогда не реагирует там Запад, Китай? Вы сказали, что да, что, собственно, они знают, но, судя по всему, их устраивает эта кандидатура, о которой вы говорите, Патрушем, которого вы считаете куда менее апокалиптичным и куда более сговорчивым? С точки зрения американских национальных интересов, да. Патрушев более предсказуем. Хотя я и сказал, что это человек советской формации. Это правда. Но, тем не менее, американцы прекрасно знают, что если он дает обещание, он его будет соблюдать. Во-первых. Во-вторых, то заявление, которое сделал Патрушев, касающееся ядерного оружия, оно содержало в себе довольно очевидный подтекст и потенциал того, что Россия не намерена это ядерное оружие использовать. Поверьте, Путин был готов его использовать. Я очень хорошо знаю, что на рубеже марта-апреля прошлого года было несколько часов, несколько часов, когда мир стоял на грани, что со стороны России будут нанесены ядерные удары. Ну, и использовано тактическое ядерное оружие. Это была чудовищная ситуация. Просто чудовищная. Я думаю, что когда-нибудь ее опишут в мемуарах. Вы знаете, как всегда, немары появляются с опозданием на годы, иногда на десятки лет. Так что Патрушев в этом смысле их устраивает, пока он контролирует ситуацию в России. Они больше всего боятся, что Россия выйдет из-под контроля и начнется расползание ядерного оружия. Ну, помните, самый страшный, самый большой страх западных политиков в момент гибели Советского Союза. Вы помните, Питер. Он был именно такой, что начнется подобие балканских войн сейчас на этой территории, тем более предпосылки были. Ядерное оружие попадет неведомо в чьи руки. И найдется всегда, ну, это вот как в американских триллерах, сумасшедший русский генерал, генерал-империалист, который начнет угрожать все, захватит ядерное оружие и начнет угрожать всему миру. Пока ядерный чемоданчик, сейчас он у Патрушева, они считают, что все нормально. Китайцам важно, чтобы Россия, вот эта Россия соблюдала свои экономические обязательства по отношению к Китаю. Это очень для них важно, и они заинтересованы тоже в сохранении статус-кво. Редактор субтитров А.Семкин